Олимпийский огонь прокатится на комбайне. Славянские медики будут работать на играх в Сочи. Службы спасения сменили номера. Об этом и многом другом смотрите в нашей рубрике Телетайп новостей. С 27 января номера телефонов экстренных служб в России стали трехзначными. Это означает, что теперь перед номерами 01, 02 и 03 следует добавлять цифру 1. Итак, теперь для звонка с сотового или городского телефона в пожарную охрану или МЧС необходимо набирать телефоны номер 101. Для звонка в полицию 102, в скорую помощь 103, в аварийную службу газа 104, единый номер службы спасения 112. Кроме того, введен новый телефон единой службы поддержки граждан для консультации при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде 115. Для того, чтобы россияне привыкли к новым номерам, некоторое время будут действовать и старые. 4 февраля наш регион будет встречать эстафету Олимпийского огня. Факел в сопровождении двух тракторов повезет в зерноуборочный комбайн, украшенный символикой эстафеты. Далее эстафету примут бегуны. Комбайн стал участником эстафеты не случайно. Он символизирует богатство и силу Кубани. 26 февраля стартовала эстафета Паралимпийского огня. В день открытия игр 2014, 7 марта. Она финиширует в Сочи. За 10 дней символ Паралимпиады побывает в 46 городах страны. А огонь пронесут около полутора тысяч факелоносцев. До открытия Паралимпийских игр осталось 34 дня. В Олимпийский Сочи отправился работать 21 медработник Славянской ЦРБ. Среди них реаниматолог, врачи и фельдшера скорой помощи. Славянские доктора будут обслуживать зрителей и персонал комплекса «Лаура» Олимпийского парка Ледового дворца «Большой». Всех врачей-олимпийцев материально простимулировали. Они будут получать заработную плату за время работы в Сочи. Трудиться наши медработники на зимних играх будут до 17 марта. В феврале в нашем районе стартует 8-я спартакедра трудовых коллективов «За единую и здоровую Кубань», в которой могут принять участие трудовые коллективы всех учреждений, предприятий и организаций города. Командные соревнования пройдут по 17 видам спорта. Коллективы будут состязаться в настольном теннисе, волейболе, стрельбе, баскетболе и многом другом. Заявки на участие принимаются в отделе по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту по адресу. Улица Красная, 8, городской дом культуры. Приглашаются все желающие. 31 января наступил китайский Новый год. Считается, что именно с этого дня начинается год лошади по восточному календарю. Кстати, Новый год в Китае приходит не ровно в полночь, а с наступлением Новолуния. 31 января это произошло в 1 час 39 минут по московскому времени. Наступление Нового года в Поднебесной будут праздновать в течение 7 дней.